Всем привет! С вами снова Ольга Сергеева на канале Кинотрафик. Как известно, самые ожидаемые фильмы года по традиции стремятся представить себя во всей красе на престижнейшем кинофестивале года в Каннах. В этом выпуске я познакомлю вас с картинами вне конкурса открытия и закрытия 76 кинофорума. Итак, поехали! Фильмом открытия фестиваля станет историческая лента Жанна Дюбари, режиссера Майвен. Она одновременно с премьеры 16 мая выйдет на экраны французских кинотеатров. Фильм рассказывает о жизни, взлете и падении Жанны Вабернье, молодой женщины из рабочего класса, жаждущей удовольствий, использующей свой интеллект и очарование, чтобы подняться по ступеням социальной лестницы и стать фавориткой короля Людовика XV. Родившись в бедной семье и стремясь подняться в обществе, Жанна использует свои чары, чтобы улучшить свое положение. Благодаря своему любовнику, графу Дюбари и влиятельному герцогу Ришелье, ей удается познакомиться с королем. Между Людовиком XV и Жанной вспыхивает любовь с первого взгляда. Он назначает ее своей официальной фавориткой, что вызывает скандал при дворе. Майвен, французский режиссер, сценаристка и актриса, сыграла главную роль в своем фильме. Известный американский актер Джонни Депп играет короля Людовика XV. Он, кстати, не первый не французский актер, сыгравший французского монарха. Леонардо Ди Каприо появлялся в образе Людовика XIV еще в 1998 году в фильме «Человек в железной маске». Именно с этим актером будет связан следующий фильм вне конкурсной программы. Мартин Скорсезе возвращается в кино с фильмом «Убийцы цветочной луны», экранизации научно-популярного бестселлера Дэвида Гранна под названием «Убийцы цветочной луны, нефть, деньги, кровь», вышедшей в 2017. В этом новом фильме будут расследовать опасное кровавое дело, которое, по сути, и привело к рождению такой организации, как ФБР. Сюжет погружает нас в тяжелое прошлое американской истории – убийство Осейджи, индейского племени в Оклахоме. Смерть коренных жителей оставалась нераскрытой. По версии Дэвида Гранна, судьба Осейджи была напрямую связана с их землями, на которых была обнаружена нефть. Серия загадочных, жестоких убийств индейцев вошла в историю под названием «Царство террора» и долго никак не была объяснена. Эдгар Гувер взял под свой контроль расследование и произвел революцию в сфере следствия с помощью метода, который впоследствии стал основным ФБР. На фоне этих событий Мартин Скорсезе прослеживает истоки рождения легендарной службы. В фильме занято большое количество актеров коренных народов США. Картина имеет внушительный хронометраж – 3 часа 26 минут. Но это не остановит истинного киномана и любителя жанра качественного драматического триллера, основанного на реальных событиях от режиссера классика жанра. Каннский фестиваль наконец начинает со скрипом принимать стриминговые проекты. Так, в этом году будет представлен новый мини-сериал HBO от создателя эйфории Сэма Ливенсона под названием «Идол». В нем мы увидим восходящую звезду кино и дочь знаменитого актера Джонни Деппа Лили Роуз Депп. Это история о мире музыки и всякого рода злоупотребления. Главные герои – Джослин, восходящая молодая поп-звезда и культовый гуру. Повествования об их токсичных отношениях в безумном мире, как всегда, будут в чрезмерной и провокационной эстетике режиссера. В бешеном ритме разворачиваются картины жизни звезд. После своего последнего турне, омраченного нервным срывом, певица Джослин полна решимости вернуть в себе титул самой горячей и сексуальной поп-звезды Америки. Владелец ночного клуба с тяжелым прошлым, становится ее проводником в мир успеха и разжигает в ней пламя страсти. Приведет ли этот новый роман к вершине или потрясет до глубины души? Драматическая комедия «Паутина» корейца Ким Джи Уна со звездой знаменитого фильма «Паразиты» Сон Кан Хо будет представлена вне конкурса. Действие происходит в Сеуле 1970-го. Несмотря на препятствия и вмешательство со стороны органов цензуры, недовольных актеров и продюсеров, Ким полон решимости всего за два дня переработать финал своего фильма, надеясь превратить его в шедевр. Фильм обещает стать интересным сочетанием комедии и драмы. Новый фильм из франшизы «Индиана Джонс» и «Колесо судьбы» появится в кинодиатрах 28 июня, но до этого его покажут вне конкурса на Каннском кинофестивале. В режиссерском кресле «Джеймс Мэнглд» известны своими прекрасными работами «Переступить черту», «Поезд на Юму», «Логан», «Форд против Феррари». Картина возвращает харизматичного и уже 80-летнего Харрисона Форда на главную роль. В качестве сценариста Фиби Уолтер-Бридж, известная многим по сериалу «Дрянь». Кроме того, главного злодея сыграет Мац Миккельсон. Чего еще нам желать от этого летнего блокбастера? Все, что нам известно о сюжете, это то, что действие происходит в 1969 и что старый и добрый инди снова будет сражаться против нацистов. Все остальное в июле. «Аббат Пьер» – биографический фильм Фредерика Телье, расскажет о жизни Анри Груэ. Он исследует жизнь и борьбу Аббата Пьера, символической фигуры, защищавшего бездомных и самых обездоленных во Франции. Прозвище «Аббат Пьер» Груэ получил в годы Второй мировой войны, когда он принимал участие во французском движении сопротивления, в том числе помогал еврейским беженцам. Это история сложного персонажа, терзаемого сомнениями, но всегда движимого желанием бороться с несправедливостью. Фильм раскроет внутренний мир и переживания культовой личности Франции. И, наконец, новый анимационный фильм студии Pixar. 27 по счету он выходит под названием «Элементарный» и является фильмом закрытия Каннского кинофестиваля, а официально появится на экранах мира 21 июня. Вода, земля, огонь, воздух – эти четыре природных элемента вращают маленький мир, придуманный Питером Зоном. В «Элемент-Сити» они живут в полной гармонии. Именно здесь мы встречаем Флам, бесстрашную и сообразительную, с сильным характером, и Флэг, сентиментального и забавного. Их дружба бросит вызов представлениям о мире, в котором они живут. С нетерпением ждем новое творение любимых аниматоров. Что получилось, узнаем уже летом. А на этом у меня все. Обо всех картинах основной программы смотрите в моем следующем выпуске. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Жду ваших комментариев и всегда рада ответить на все ваши вопросы. Не забудьте поставить свой лайк, чтобы это видео смогли увидеть больше киноманов. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!